Сухой фонтан и мозаичное панно. Крымская площадь готова более чем наполовину. Если в кране нет воды, виновата ресурсоснабжающая компания. Жители завалили Самарского мэра жалобами. Им сверху видно все. За дорожными нарушителями будут следить с дирижабли. Попробовать все в центре Самары прошла ярмарка вкусов. Ротонда, Ялтинский маяк, Сухой фонтан, Крымская площадь готова более чем наполовину. Какие работы уже выполнили и что предстоит еще сделать, знает Елена Малютина. Сергей Никонов следит за преображением Крымской площади из окна своей квартиры. 30 лет дом, в котором он живет, соседствовал с полузаброшенной территорией. И вот, наконец, сейчас этот участок земли преображается ударными темпами. Самарец рассказывает, не успел моргнуть и глазом, а подрядчик выполнил более половины ремонтных работ. Ну, учитывая, что у меня девятый этаж, и с окна у меня все видать, у меня утром начинается, вечером заканчивается. И уже умственно, так сказать, делаешь отметки, что сделали, а что еще и не сделали. И, в принципе, ну, мне приятно наблюдать за этим процессом. Вот эта незатейливая конструкция – будущая беседка. Пока смонтирован только железный каркас. Но после того, как уложат плитку, его обошьют деревом и придадут эстетичный вид. Также поступят из металлоконструкции ротонды. Осталось навести лоск и на одном из главных арт-объектов Крымской площади – Ялцинском маяке. Его уже смонтировали, сейчас подключают прожектор. Осталось облицевать нижнюю часть конструкции. Совершенно по-новому будет выглядеть и этот участок площади. Здесь появится сухой фонтан. После окончания гранитных работ и подключения подсветки он заиграет яркими красками. Фонтан будет идти по кругу, он будет вровень с землей, горизонтальный. И, если как видели, на набережной фонтан будет из земли выходить строй. То есть можно будет по нему ходить. А подсветка будет? Да, и подсветка будет. И на нем еще будет стоять название городов – Крыма, Евпатория, Севастополь. Такой орнамент красивый будет. То есть можно будет прийти и по этой карте посмотреть и ехать в Крым. На Крымской площади и вокруг нее уложат около 5000 квадратных метров плитки. Обустроят пять зон с лавочками, сделают торшерное освещение. Установят около 20 урн для мусора. Тротуары, ведущие к площади, заасфальтируют. А вот озеленением подрядчик займется через неделю. Уложат более 4000 квадратных метров рулонного газона. Затем отрегулируют и работу автополива. Ремонт еще не завершен, а Крымская площадь уже сейчас привлекает внимание самарцев. Благоустроивают сквер по национальному проекту «Жилье и городская среда», а также по программе формирования комфортной городской среды. Она вообще сама по себе особенная. Во-первых, здесь будет фонтан, который мы ждем. Здесь маяк, который уже преобразил площадь. И вообще в общей картине площадь. Она раньше была маленькая, совсем незаметная. Вокруг ездили трамваи, ее никто даже не замечал. Сейчас она выглядит совершенно по-другому. Мне кажется, она просто современный вид. Все ремонтные работы подрядчик обещает завершить к концу августа. И в День знаний самарцы смогут прийти в сквер и порадоваться красоте обновленной Крымской площади. Елена Малютина, Дмитрий Мешканцов. События. Время коммунальных историй. Жители Самары жалуются городским властям на работу ресурсоснабжающей организации. На сегодня по городу свыше 60 проблемных участков, где необходимо провести восстановительные работы. На жидельном совещании в мэрии обсудили другие актуальные вопросы, какие расскажет мэрия Елчан. Открытые колодцы и утечки на водоводе. Жители Самары жалуются городским властям на работу коммунального предприятия. По словам глав районов, со стороны ресурсоснабжающей организации нет своевременной реакции на устранение возникающих проблем. Только в железнодорожном районе Самары сегодня 24 аварийных объекта. Да, там, где аварийные ситуации, которые угрожают отключению холодного водоснабжения, СКФ достаточно быстро реагирует. Если утечка не угрожает, то она устраняется не сразу, мягко говоря. Есть утечки у меня, которые с мая месяца мы передаем, и с мая месяца они не устраняются. Там течет, течет, течет. Такое количество повреждений в железнодорожном районе может быть связано с техническими особенностями водопроводов. На сегодня по Самаре выдано свыше 60 разрешений на вскрытие. Больше половины из них – это аварийные участки. Руководство коммунального предприятия уверяет, дорожные карты, по которым ведутся работы, составленные отклонения от графика нет. У меня нет сетей в отдельно взятом районе. Мы работаем в целом по городу. Но когда вы говорите эти фразы, вы, пожалуйста, делайте оговорки, что, например, по адресу такому-то мы устраняли долго, потому что стояли гаражи, потому что стояли детские площадки, потому что росли деревья, которые надо было спиливать, и мы потратили на это 3-4 часа лишних. Здесь каждая раскопка имеет свою историю. Меня, как главу города, все-таки в первую очередь беспокоят сроки восстановления благоустройства и качественного восстановления. То, что положительная динамика – это и есть замечательно, но в любом случае, когда, в принципе, у нас будут только благодарности и ни одного инцидента, тогда мы уже друг другу будем вешать медальки. К 1 сентября 70 учебных заведений после капитального ремонта откроют свои двери. На их обновление было направлено свыше 100 миллионов рублей. Ремонтируют пищевые блоки, меняют кровлю, коммуникации, противопожарные оборудования, проводят отделочные работы. Еще один вопрос, который поднимался на рабочем совещании, касался подготовки к рейтинговому голосованию. Уже на этой неделе самарцам предстоит выбрать парки, скверы, бульвары, которые преобразят в 2020 году. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» и федеральной программе формирования комфортной городской среды. Голосование будет проходить в электронной форме. Для тех, кто не имеет возможности выхода во всемирную паутину, будут организованы специальные интернет-пункты. Мэри Елчан, Максим Гусев, События. 18 иностранцев приехали в Самару, чтобы поучаствовать в реставрации Иверского монастыря. На протяжении двух недель они изучали русскую культуру и наслаждались волжскими видами. Молодые люди – участники международного волонтерского кампуса «Иверский монастырь». Награждение гостей из зарубежья состоялось на форуме Иволга. Там же обсудили судьбу других культурных наследий. Какое здание, следующее в очереди на преображение, узнала Мария Левина. Для участия в кампусе в Самару приехали 18 иностранцев. Некоторые из них на родине никогда не имели дела с архитектурой. Они занимаются спортом, искусством, владеют бизнесом. Но остаться в стране, когда речь идет о сохранении исторической памяти, не могут. Пабло Амартин – музыкант, играет на кларнете. В Самару приехал из колоритной Испании. Хотел получше узнать русскую культуру и усовершенствовать язык. Говорит, получилось. С середины июля Пабло и другие волонтеры помогали строителям восстанавливать фасад здания и преображали внутренний дворик «Иверского монастыря». Это был честный, замечательный опыт. Я встретил много добрых людей. И я очень рад. Вместе с участниками форума «Иволга» и экспертами они обсудили самые острые вопросы по этой проблематике. В числе спикеров депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, куратор проекта «Историческая память» и председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников Актем Демидов. Сейчас принят национальный проект «Культура России» и в нем поддержка добровольческих движений – это отдельное направление. Я вам хочу сказать, что сейчас в стране открывается много таких активностей, лагерей или кампусов их можно назвать, в которых можно абсолютно бесплатно принять участие. Большинство исторических памятников в Самаре сохранились только потому, что чем-то связаны с именем Ленина. Например, дом Мясникова на Куйбышево-104, где в свое время революционер встречался с молодежью. Сегодня важно суметь отстоять архитектурный памятник и не дать променять его на очередной современный карточный домик, говорят эксперты. Идею сразу же поддержали из зала. К экспертам обратились жители Тольятти. Из-за того, что город с относительно небольшой историей, зданием нельзя претендовать на звание культурного наследия и, соответственно, рассчитывать на федеральную поддержку. Хотя в городе есть архитектура, которая нуждается в реставрации. Молодые активисты обратились с просьбой включить в список наследий селы и деревни, земли которых сами по себе несут историческую память, а на многих сохранились вековые постройки. Эксперты учли все предложения. Мне кажется, что наш замысел полностью себя реализовал. Во всех смыслах, во всех направлениях. Это значит, что мы будем его продолжать. И в следующем году стараемся еще более масштабный волонтерский лагерь запустить, возможно, соединив и восстановление объекта культурного наследия, и какие-то археологические работы, ну, конечно же, в Самарской области. Одно из возможных зданий, в преображении которого будут участвовать иностранцы в следующем году, фабрика-кухня, где расположится филиал Третьяковской галереи. Мария Левина, Василий Кладошов, События. Теперь им видно все. Сотрудники ГИБДД и Росгвардия придумали новый способ борьбы с дорожными правонарушителями. В небо запустили дирижабль. Как работает всевидящее око силовиков, увидела Валерия Куценко. 12-метровый белоснежный аэростат Росгвардии воспарил в небо. Место для мониторинга выбрано не случайно. Трасса М-5, Красноярский район, является одной из главных в области. Каждый день по ней едет большой поток машин. От небольших семейных седанов до огромных грузовиков. На водителей дирижабль производит впечатление. Я, в принципе, этого, как говорится, не удивляюсь. Но я смотрел, далеко видел, аэростат летает. Думал, что просто отдыхают люди. Он вас не испугал, скажем так? Нет, и я даже не испугался, потому что я езжу 80-90, 90 даже не превышаю. Аэростат заполнен гелием. На нем установлена видеокамера с обзором в 360 градусов. Марку и номер машины можно увидеть с расстояния в 700 метров. Аэростат может работать не только днем, но и ночь. По словам сотрудников ГИБДД, на нем имеется тепловизионная камера, которая различает силуэты. Не могу, весь ветер не дает. Потрясаю, вернусь. Он не дает. Да, вот она, калина. Камерой управляет пилот аэростата. Заметив нарушителя, он передает по рации данные автомобиля в ближайший пост ГИБДД. Если возникает спорная ситуация, инспектор может получить видео от оператора аэростата. Для удобства оперативных служб указываются координаты места подъема и его высота. Данное оборудование себя оправдывает. Соответственно, у водителя не имеется возможности, скажем так, видеть инспектора ДПС. Ну и, скажем так, его присутствием не нарушать. А здесь уже такой элемент, когда у нас недобросовестные водители хотят нарушить правила дорожного движения, видя, что за ними никто не следит и не наблюдает, совершают административные правонарушения. А с помощью данного летательного аппарата, ну, соответственно, происходит именно фиксация данного нарушения. И уже потом сотруднику ГИБДД, инспектору ДПС, уже легко документировать и, соответственно, собирать административный материал. Помешать следить за нарушителями может только нелетная погода. Слишком сильный ветер будет сдувать севидящий дирижабль. А низкая облачность или дождь существенно ухудшат видимость камер. Валерия Куценко, Григорий Плешаков. События. Бизнес под ключ. Как открыть свое дело и не оказаться замороженными счетами? Самарским предпринимателям рассказали налоговики. За беседой наблюдал Семен Безгинов. Зарегистрировать свой бизнес стало проще. Сейчас это можно сделать, не платя пошлину. На сайтах госуслуг и налоговой инспекции, а также в многофункциональном центре. Причем, если в документах вдруг обнаружилась ошибка, их теперь не нужно подавать повторно. Это экономит время и средства. При получении отказа по данному пункту, что недоложен документ, либо ошибка в самом заявлении, заявитель либо заполняет заявление, если в нем была ошибка, либо просто приносит в течение трех месяцев с момента вынесения отказа. Предприниматели интересовались, а что делать, если счета компании заблокированы из-за недоимки? Налоговики порекомендовали воспользоваться электронными сервисами. Там можно своевременно отследить все претензии к бизнесу от службы. Бумажная почта менее надежна. Письмо от налоговой легко может потеряться по пути доставки. А претензия все равно будет выставлена. Согласно нормам налогового кодекса, требование считается полученным, даже не в случае его получения. Если налоговый орган соблюдает правила его отправки, то есть почте либо ПТК, если бы через личный кабинет, уже в данных случаях открывил плательщик, личный кабинет, не открывил, получает он почту, не получает. Согласно статье 31 пункта 4.4.1, насколько я помню, данный документ считается полученным налогоптечником. Но что делать, если предприниматель не согласен с претензиями налоговой? Порядок простой. Сначала нужно обратиться с жалобой в региональное отделение налоговой службы, а в случае отказа уже в федеральную службу или в суд. Еще один вопрос из зала. А как рассматриваются эти жалобы? Учитывается, прежде всего, качество доказательной базы, собранной неистоящей налоговым органом, и, соответственно, те аргументы, которые привел налогоплательщик. Вот исходя из этих двух моментов происходит рассмотрение жалоб и принимается в итоге решение. Жалоб на налоговую, как говорят фискалы, становится все меньше. Во многом из-за того, что бизнес на нарушение проверяют теперь существенно реже. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События. Праздник живота для самарцев устроили в центре города. Улица Куйбышева снова стала пешеходной. Весь день гостей фестиваля «Ярмарка вкусов» в 2019 развлекали музыкант, художники и шуты. Приветственной колонной прошли и купцы 19 века. Самарские производители угощали своей продукцией. Некоторым самарцам посчастливилось ответить бургер, который для них приготовила глава города Елена Лапушкина. Из гуще событий Марии Левина. Рядом с диснеевскими принцессами шагают русские хлопцы и бравые казаки. А Человек-паук обнимается с Машей и Медведем. В центре Самары праздник и полюбившийся горожанам красочный парад. На этот раз на пешеходной Куйбышева расположилась ярмарка. Самарские производители приготовили для гостей настоящий пир. Сыры, рыба, мед, ремесленные продукты. Чего здесь только нет. Гостям предлагали попробовать яство на вкус. Ну и какая же ярмарка без дегустации? Вкусно? Да, да. Очень вкусно. Очень вкусно, кстати. Ряды растянулись от площади Революции до улицы Льва Толстого. Этот участок считался главной торговой улицей города в 19 веке. Атмосфера именно в это время и переносит. Только с современным колоритом. К огромным фигурным караваям сразу же набежали любители селфи. Звуки, под которые вальсировали на балах, сменяются ритмичными современными мотивами. Ну а вместо самой вкусной истории, петушка на палочке, здесь карамель побольше и поярче. И завлекающие зевакшуты. Все на ярмарке, пускай, вывози, с тобой друзей! Все очень интересно. Ярмарка, все вкусно, дают пробовать. В общем, все отлично. Здорово, неожиданно попала сюда, никогда не была и уже на праздник попала, так сказать. Очень красиво, очень колоритно, разные абсолютно здания, абсолютно разных эпох. И мне, в принципе, очень нравится и чисто. Гостям фестиваля приготовили сюрприз, исторический квест на знание города. Из-за чего день стал богат на самые неожиданные встречи. В разные времена Куйбышева называлась по-разному. Казачья, хлебная, плавная, дворянская. И вот сегодня она именно дворянская. Самара будто перенеслась в 19 век, и здесь можно встретить кого угодно. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я купец Шабаев. Что, как вам атмосфера на торговой? Атмосфера прекрасная. То, что мы, купцы, создавали веками. Вот она. Многолюдная, много народу, много лавок открыто. Все очень хорошо. Цветет Самара, цветет. И направился купец Василий Шабаев проверить свое имение, а заодно и горожан на знание истории улицы. Всего на ярмарку заглянули семь купцов. Их наградили лентами почетных гостей. Покупатель и продавец всему делу венец. На торжестве наградили и тех, кто сегодня трудится в сфере торговли. В Самарской области в этой сфере занято больше 300 тысяч человек. Она самая востребованная. Открываются новые торговые центры, ярмарочные площадки, магазины пошаговой доступности. Новое оборудование появляется, новые формы обслуживания, новый ассортимент товаров. И все это благодаря персонализму наших работников торговли. Любимая самарцами пешеходная ленинградская на один день превратилась в самое сердце Москвы в Арбат. Здесь тоже развернулась торговля. Как дела? Отлично. Людям очень нравятся авторские вещи. А что вам продаете? Мы, кожевники, ремесленники, мы продаем авторские работы. Любители вкусно поесть оценили площадки от самарских ресторанов. Мастер-классы по приготовлению блюд. На одной из площадок гостей угощала глава города Елена Лапушкина. Она ловко жарила котлеты для бургеров и угощала гостей. Я вам сейчас подготовлю. Гриф, огонь, мальчик, мальчик. Вот так вот, гвали, смотри. Вообще отличный. Мы делаем массаж корове. Вверх руки. Торжество продолжалось до самого вечера. На ярмарке выступали музыканты. Уличные художники рисовали шаржи на прохожих. А хореографы учили самарцев кружиться в вальсе. Мария Левина, Дмитрий Мешканцов. События. Далее, коротко о других событиях дня. Управление Росрыболовства передало в суд дело в отношении Жигулевской ГЭС по фактам весеннего маловодия. Как отмечает ведомство, ранее проводилось административное расследование. Были получены заключения экспертов, запрошены научные организации и установлены признаки совершения правонарушения. Сейчас расследование завершено. Вопрос о возмещении ущерба водным биологическим ресурсам будет разрешен в гражданско-правовом порядке. Напомним, 30 мая региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, который привел к обмелению Волги. Еще весной жители Самарской, Ульяновской областей и Республики Татарстан переживали из-за катастрофического маловодия в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах. На Волге под Самарой у села Бестужевка перевернулся гидроцикл. Сообщение о происшествии поступило в 15.30. На место отправились сотрудники поисково-спасательной службы Самарской области. Они занимались поисками пострадавших. Как стало известно, в воде оказалось три человека. Сотрудники экстренного ведомства смогли спасти двоих. Судьба третьего до сих пор неизвестна. На месте работали водолазы ПСС, однако из-за непогоды им пришлось временно прекратить работы на месте. Их планируют возобновить сегодня. Необычное водно-сухопутное ЧП произошло под Тольятти. В Волге едва не утонула «Шевроле Нива». Вазовский внедорожник заехал на пляж на полуострове Копылова. По словам очевидцев, парень рассчитывал произвести впечатление на девушек, но машина чуть не ушла под воду. Отдыхающие помогли вытащить автомобиль из воды. Машину тросом пристегнули к другому внедорожнику, который и вытянул вазовскую легковушку. Каждый вечер, как мини-отпуск, Волжская набережная притягивает тысячи самарцев. На Некрасовском спуске звучал трехчасовой акустический концерт. Какие необычные инструменты радовали слух самарцев, знает Елена Малютина. Закатное солнце, ветер, Волга и звуки необычного музыкального инструмента хенд-пана. Его еще называют летающей тарелкой из-за внешнего сходства. По словам самарцев, его медитативные звуки помогают почувствовать единение человека с природой. Сейчас даже несколько минут помедитировала, закрыв глаза, насладилась и прекрасным ветром, и солнышком, и в то же время великолепной музыкой, которая просто, знаете, действительно в какой-то транс вводит. Мне очень понравилось. Это очень здорово, что у нас есть такие мероприятия, которые помогают людям как-то насладиться красотой набережной. Я уже знакома с творчеством этих артистов, вот, и даже пробовала учиться играть на хенд-пане, и поэтому знаю, насколько благотворный эффект дает этот инструмент, вот, и всем рекомендую. Хенд-пан стальной снаружи и полый внутри. Его певучие звуки напоминают звучание арфы, притягивая к музыкальной площадке всех вышедших на вечерний променад. Получали удовольствие от концерта акустической музыки не только зрители, но и артисты. Я играю на хенд-панах, и на самом деле, я думаю, что для широкой публики это могло оказаться даже сложно, слушать очень много инструментальной музыки, не подкрепленной какими-то басами или барабанами. Но, тем не менее, я смотрю, что народ собирается стоять долго, от начала до конца. Дозу позитива самарцы получили и от выступления этногруппы «Этрусские». Музыканты исполняют музыку на народных инструментах. Общественный проект «Культурное сердце России» реализуется по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Программу на выходные жители региона определили сами. Высказались более 46 тысяч человек. Каждый выходной – это очень здорово. Мы прямо уже привыкли, приезжаем сюда специально для этого, чтобы что-то увидеть, услышать, что-то новое для нас. Городская набережная все лето будет насыщена культурными событиями. Живая музыка, горячие танцы и мастер-классы будут радовать самарцев еженедельно по выходным. Елена Малютина, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...